Здравствуйте, уважаемые коллеги, риэлторы, юристы и все неравнодушные, кто столкнулся со спорами за доли в квартирах и комнатах. Сегодня мы продолжаем и проводим третье занятие по долям в праве общей долевой собственности на жилые помещения. Мы будем говорить только про жилые помещения, доли в комнатах, доли в квартирах, доли в домах и все, что с этим связано. На сегодня у нас план следующий. Первое, я отвечу на два вопроса, которые поступили. Второе, мы поговорим о том, что же такое доля в праве общей долевой собственности на жилые помещения. Я раскрою этот секрет, который, к сожалению, почему-то недоступен многим людям. Но после того, как вы посмотрите мой рассказ, вам всем будет понятно, что такое доля в праве и как с ней бороться. Третье, мы поговорим о том, кто же покупает доли в квартире. Следующий вопрос будет, а какова же стоимость доли в квартире, в доме или в комнате и как ее определить. И последний, пятый вопрос будет, я вам расскажу о четвертом видеозанятии, которое я проведу примерно через неделю. Оно будет про очень тонкую и очень интересную вещь, а именно про оставление наследства и наследование жилья. Вот как это сделать, мы об этом будем говорить. Итак, начинаем. Первый вопрос, который был, это, есть ли судебная практика и на какую судебную практику опираться, когда вам необходимо зарегистрировать в квартире, где у вас есть доля в праве общей долевой собственности, ребенка от 14 до 18 лет, при условии, что остальные собственники долей не дают согласия на регистрацию ребенка в этой квартире. Для того, чтобы решить этот вопрос, он будет решаться в судебном порядке. Вам необходимо опираться на практику Верховного Суда, которая обобщена, одобрена и опубликована в бюллетене Верховного Суда Российской Федерации. Я вам представляю текст, который исчерпывающий поможет вам зарегистрировать ребенка. Следующий вопрос, который поступил, на что можно использовать материнский капитал, то есть те деньги, которые платит пенсионный фонд в случае рождения ребенка. Мы пойдем точно таким же путем. Я вам предоставляю текст, в котором подробно изложено, на что мы можем потратить материнский капитал на сегодняшний день. Начну с маленькой ремарки. Я сейчас внимательно просматриваю на ютубе все видеосюжеты коуч-программы, где рассказывают про доли в праве. Я пришел к выводу, что все видеосюжеты, которые записаны до 2019 года, в настоящее время, в связи с изменением законодательства и судебной практики, являются полностью неактуальными, они вредны для просмотра, и действовать таким образом, как там предлагается, бессмысленно и очень рискованно, бесполезно и опасно. Примите это к сведению. Это первое. И второе. Мы будем разговаривать о том, что не расскажут ваши друзья и знакомые. Они, наверное, очень хорошие люди, но они не знают тех вопросов, которые мы будем обсуждать. Вам это не расскажут риэлторы, потому что риэлторы не занимаются спорами за доли в квартирах. Вам этого не расскажут юристы, по той причине, что мало кто из юристов участвовал в таких спорах или хотя бы в одном-двух долевых спорах, которые прошли многие стадии, в том числе и судебные. Итак, мы начинаем разговор о том, что же такое доля в квартире, если исходить из действующего законодательства. Мы уходим от обывательского понимания доли в квартире и переходим к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Итак, для того, чтобы нам разобраться, что такое доля в праве общедолевой собственности, или для простоты я буду говорить доля, необходимо обратиться к двум законодательным актам. Первый законодательный акт – это Жилищный кодекс, второй – это Гражданский кодекс Российской Федерации. Итак, открываем Жилищный кодекс и читаем статью 16. Виды жилых помещений. К жилым помещениям относятся дом, часть дома, квартира, часть квартиры и комната. Как мы видим, никакой доли не указано в жилых помещениях. То есть доля жилым помещениям не является. Берем в руки Гражданский кодекс. Открываем статью 130. Недвижимые и движимые вещи. Ну, мы говорим про недвижимые вещи, про недвижимость, в данном случае про живую недвижимость. Итак, чем же характеризуются, согласно действующего законодательства, согласно статье 30, недвижимые вещи? Характеризуются, в первую очередь, границами. То есть, любую недвижимость можно определить в каких-то границах. Ну, границы могут там по-разному считаться. Широта, долгота, размер какой-то площади, размещение на этаже, размер в какой-то форме определенной, если комнаты квадратные метры, если это земельные участки, то какие-то и наиболее крупные масштабные единицы. Конечно же, одной из характеристик является недвижимость. Это кадастровый номер. Все объекты недвижимости имеют кадастровые номера, под которыми они учитываются. Если мы возьмем долю вправе, то кадастрового номера она не имеет, границ географических она не имеет. Мы понимаем и знаем, что доля определяется в виде размера. Например, это может быть дробь 1,2, 3,4, 1,25 или в процентах. 33%, 50%, 75% и так далее. То есть доля не является недвижимостью, так как она не отвечает критериям недвижимости в определенном законе. Что же такое доля? Идем дальше. Открываем статью 216, которая называется «Вечные права лиц, не являющихся собственниками». Ну и так далее. Так вот, согласно этой статьи, право собственности является вечным правом. Таким образом, доля вправе является вечным правом. Это разновидность вечного права, долевая собственность. Почему доли вправе регистрируются в Росреестре? Мы знаем, что существует закон о регистрации недвижимого имущества. Почему же регистрируют доли, когда доли не являются недвижимым имуществом? Опять-таки, ответ на это мы находим в действующем законодательстве. Статья 131 Гражданского кодекса. Государственная регистрация недвижимости. Так вот, государственная регистрация недвижимости осуществляется как на недвижимое имущество, так и на иные вечные права, к которым относится доля вправе. В этом нам говорит Гражданский кодекс. Если мы откроем ЖК, то мы увидим статью 18, которая называется «Государственная регистрация». Точно так же, статья 18 повторяет требования Гражданского кодекса, указывая, что недвижимое имущество, относящиеся к жилью, регистрируется государственными органами и иные вечные права на жилые помещения. Таким образом, доля является вечным правом. Но доля является вечным правом не в чистом виде. Дело в том, что еще доля вправе относится, если рассматривать абсолютное и относительное право, доля вправе имеет элементы относительного права. Что это означает? Абсолютное право – это когда один владелец, и с ним, в принципе, никто из иных собственников спорить не может. В относительном праве предполагается, что в споре собственнику доли будут противостоять иные собственники долей. Вот такой симбиоз правовой у нас сошелся на доли вправе общей долевой собственности на недвижимое имущество. Если говорить о каких-то дополнительных нюансах, то необходимо вот что учесть. Доля вправе не является частью вещи. То есть, доля вправе не является частью квартиры. Доля вправе не является правом на часть этой вещи. Доля вправе является частью права на всю вещь. То есть, являясь собственниками долей вправе общей долевой собственности на, например, квартиру, вам принадлежит доля во всем праве на эту квартиру. Вот таким образом. Вот эти вещи нужно четко понять и разделить. Я думаю, что основные понятия для осознания, что такое доля, я вам рассказал в целом. Дальше мы будем говорить о том, как требования законодательства применять уже непосредственно в спорах, в суде и в других ситуациях, касающихся долей в квартирах. Итак, то, что такое доли с юридической точки зрения, в принципе, мы разобрались. Теперь встает вопрос. Кто покупает доли в квартирах? Я бы разделил покупателей на несколько категорий. Первая категория это те, кто желает получить регистрацию, ну, например, в Москве. Такой человек, такой покупатель может вполне купить одну двадцатую, одну тридцатую, одну сотую доли вправе в однокомнатной квартире и, став собственником, зарегистрироваться в ней. Что это дает? Это дает первое возможность стать москвичем, что влечет за собой возможность детей отправить в школу в Москве, того, кто переехал, возможность получать все социальные блага и рассчитывать на соответствующую повышенную московскую пенсию. Вот такова логика этих покупателей. Вторая группа покупателей это те, кто, купив долю, проживает в ней. Например, если вы покупаете одну третью долю в трехкомнатной квартире, комнаты, в которой все изолированы, то такой человек, такой покупатель вполне может рассчитывать на проживание в одной из комнат по договоренности со своими садольщиками. Третья категория это те, кто консолидирует долю. Например, наследники получили наследство в разных долях и один из них, консолидируя доли в квартире, выкупает у одного наследника долю, у второго наследника долю, у третьего и таким образом он становится единоличным собственником всей квартиры. Следующая категория это, наверное, инвесторы. Те, кто вкладывается в долю с тем, чтобы постепенно договориться с другими долевыми собственниками и постепенно выкупить. Вкладывают деньги на 5-10 лет, покупая там, где остаются престарелые собственники, которым там 80-85 лет, они их дохаживают, досматривают, ну и на каких-то условиях выкупают у них или уже дальше ведут переговоры со следующими наследниками, что облегчает разговор, являясь существенным дольщиком в этой квартире. Следующая категория это, наверное, рейдеры, вот о которых все говорят, шумят, куча статей, телевизионных репортажей. Рейдеры это уходящая натура, это те, кто покупал незначительные доли, там одну пятую в однокомнатной квартире, спиливал двери, бил хозяев, выбрасывал в окно их мебель, портил все имущество, которое было, поджигал квартиру и так далее. Но это не лежит в праве действующего законодательства, я не буду освещать и обсуждать это далее. Нет смысла. И последнее, наверное, я бы выделил группу покупателей, это гринмейлеры. То есть, это люди, которые покупают существенную долю, одна вторая, две трети, занимают квартиру, ведут переговоры со своими садольщиками, договариваются с ними, ведут себя корректно, при необходимости обращаются в судебные органы, добиваются определенного преимущества, либо выкупают оставшуюся долю, либо совместно со столими дольщиками все продают, ну и таким образом расходятся. Вот, наверное, все категории, которые надо перечислить. Следующее, четвертое занятие я посвящу наследству. Все мы обязательно столкнемся с тем, что либо будем получать наследство, либо будем оставлять наследство. Как это сделать, чтобы ваши дети и родственники, получив наследство, остались в добрых отношениях, не передрались друг с другом, и остались добрыми родственниками и друзьями, вот об этом мы будем говорить. Но это будет в следующий раз. А сейчас я вам желаю хорошего дня, удачи, берегите себя. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok